Славянская радио Всем здравия! С вами Народная славянская радио, Алексей Орлов. Сегодня у нас по одному из современных календарей 4 мая 2017 года, четверг, по одному из старинных 23-й день месяца посева наречения 7525-го лета, третейник. Осознанный воин любви и света. Вот такая у нас интересная тема вот с таким громким названием. Авторы сказителей, заявленные у нас в анонсе, Михаил Зорин и Михаил Белояров. Итак, пока у нас присутствует только один воин любви и света. Михаил, пожалуйста, представься, поздоровайся. Один из Михаилов, да? Пожалуйста, представься, поздоровайся, и начнём с тобой беседу, чтобы не затягивать. А по возможности второй Михаил к нам подключится и тоже, наверное, представится сам о себе, что-то расскажет и будет уже вместе с нами вести эфир. Пожалуйста, представляйте возможность что-то сказать доброго в микрофон. Всем здравия, уважаемые слушатели Народного Славянского радио. Меня зовут Михаил. Я представляю проект «Воин любви и света». Это новое направление в военном деле. К этому проекту я пришёл через свою жизнь, через свою деятельность. Я уже порядка 15 лет, уже даже не слежу за этим процессом, порядка 15 лет стою на службе нашей великой страны. И в какой-то момент стал просто задавать себе вопросы, которые обычные люди себе не задают. А что я делаю? Зачем я делаю? Как я это делаю? Для кого я это делаю? И в чём смысл моей службы? В чём смысл моей жизни? И вот с таких простых вопросов, на первый взгляд простых, родился проект «Воин любви и света». Этому проекту уже порядка пяти лет. Примерно пять лет я им занимаюсь. И вот в такой вот прямой эфир я выхожу первый раз. И первый раз вообще это выносится на широкие массы. Вот недавно почувствовал, что уже дозрел, уже набрал необходимое количество знаний, необходимое количество опыта своего личного. Вот. И почувствовал, что пора. Ну вот как-то так. Ну раз пора, так пора. Хорошо. Давай тогда поговорим вот о чём. Слово «осознанный». Наверное, не надо расшифровывать. А вот почему именно «воин любви и света» здесь, наверное, нам с тобой как-то надо внести ясность. Потому что «воин» происходит от древнего русского, славянских слов, связанных с войной. «Вой», то есть люди, которые участвуют в активных боевых действиях. И «вой», «войны» и так далее. «Города вой», то есть «вой города». Подразумевает, что там с любовью как-то, на первый взгляд, как-то всё это не пересекается. А это само собой всё живёт. И замечательно. Поэтому надо нам пояснить. «Воин», «любовь», «воин» и «свет». Каким же образом в этом проекте удалось это совместить несовместимое? Да, конечно, Алексей, спасибо за вопрос. В этом действительно есть разница. «Воин», «любви» и «света». Для примера, чтобы было понятно, скажу, что сейчас в современном мире в современных вооружённых силах стран мира, в том числе в частных военных компаниях присутствуют войны тела и ума. Войны тела и ума. Мой проект называется «Воин любви и света». Я прошу, у тебя, Алексей, и у слушателей не представил Михаила. Михаил сам представится. Но хотел сказать, что это не только мой проект. Это проект ещё и Михаила. Мы совместно с ним ведём. Я думаю, он про себя тоже расскажет. Расскажет пару слов. Так вот, возвращаюсь к «Войну любви и света». Любовь — это связующее звено всего мира, всего того, что нас окружает. Без любви — это как двигатель мотора без масла. Поэтому в своей профессиональной деятельности мне не раз за свою службу приходилось выезжать в коммунировки в Южный регион. Там я провёл порядка 30% своей службы. Сталкивался с различными ситуациями, порой даже очень сложными. Этот весь опыт позволил мне прийти к пониманию «Войн любви и света». Как бы сказать это простым языком, это человек, живущий по душе. Это человек, живущий и защищающий божественные правила на планете Земля. Это не тот человек, который воюет ради войны. Не тот человек, который убивает ради убийства. Это тот человек, у которого высокие цели и ценности. Его цели и ценности неразрывно связаны с родом, неразрывно связаны с Творцом, неразрывно связаны с Расой. Его ценности, общим словом, можно сказать, высокие. И вот через понимание вот этого высокого мы приходим потихонечку к понятию любви и света. Я верю, я знаю, что в будущем такие воины и будут, которые будут защищать божественные правила на Земле, которые будут служить народу, служить по совести, служить через свою душу с полной верой в свет. Если я что-то как бы не до конца ответил, не точно, то прошу ещё вопросы задать. Не переживай, вопросы я задавать тебе буду, так что можешь даже не уточнять. Если я почувствую, что что-то мне показалось непонятно, я вопросы тебе задам. Так у нас же ещё, не переживай по этому поводу, есть целая армия слушателей, и есть ещё чаты, есть ещё YouTube, и там есть в YouTube чат, поэтому если что-то будет непонятно, помимо меня ещё найдётся кому задать вопрос. Я хочу у тебя уточнить. Ты хотел бы что-то рассказать об этом проекте для начала, чтобы мы вникли в суть этого проекта, и потом уже перейдём в диалоговую форму нашей беседы и будем задавать вопросы из чатов, либо мы также и будем продолжать вопрос-ответ. Как тебе больше нравится? Мне, конечно же, удобно. Я хотел бы рассказать маленькую предысторию, прям конкретно с чего это началось. Спущусь на Землю, расскажу свои жизненные примеры, очень простые, лёгкие. Я думаю, они будут и тебе, Алексей, понятны, и слушателям понятны, чтобы максимально прочувствовать саму суть понятия войны, любви и света. Хорошо, тогда я тебе предоставляю микрофон, и ты рассказываешь, когда скажешь, и выдохнуть скажешь, ху, ну вот теперь давайте. Мы и приступим тогда, и будем давать. И, естественно, ждём подключения второго Михаила. Как только он появится, наверное, как-то музыкальную паузу сделаем и выведем его в наш эфир. А сейчас, пожалуйста, начинай. Благодарю. Сразу скажу. Для меня это очень необычно. Для меня это очень серьёзно и ответственно. Но, с другой стороны, я буду стараться подходить к этому весело и легко. я имею в виду, к нашему прямому эфиру. И здесь я буду стараться говорить максимально просто, максимально ясно. Но также прошу уважаемых слушателей, и тебя, Алексей, простить меня, если на какие-то вопросы я не буду находить ответов у себя внутри, я буду об этом сразу говорить, потому что я не хочу вносить каких-то непоняток, вносить каких-то искажений в те слова, в те вещи, которые существуют в нашем мире. Я их возьму себе на заметку, и в последующем, я думаю, что я найду на них ответы. Хорошо, всё принимается. Ты, главное, не волнуйся, потому что твоё волнение передаётся мне тоже. А я, когда волнуюсь, я плохой ведущий. Я понял. Ты уж поддержи меня, не волнуйся. Давай. На этот проект меня подтолкнул, я уже выше сказал, моя профессиональная деятельность. Часто езжу в командировки, часто вижу, как уходят души с этой планеты. И в какой-то момент встал передо мной вопрос, а что я здесь делаю? А неужели вот так вот сейчас сегодня ушёл, а завтра не вернулся? И вот что-то внутри меня так сжимало, 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 что-то куда-то толкало. И я начал разбираться, начал искать знания, искать технологии, как преодолеть это. Обратился к современной психологии, там я не нашёл ответ. Обратился к эзотерике, там я нашёл большую часть ответов. Но подавляющее большинство ответов я нашёл внутри самого себя. когда стал подходить вот ко всему процессу осознанно. Вот как ты сказал, понятие осознанности не нужно раскрывать. Да, действительно, оно очень понятно, оно есть везде. Но хочу сказать, чтобы находиться в состоянии осознанности, нужно очень трудиться, нужно жить в постоянном труду. И с того момента я начал трудиться. Начал трудиться, начал обращать внимание на мелочи, начал искать причинно-следственные связи, начал искать мотивации к службе, мотивации к поездкам. С годами моя семья увеличивалась, моё пространство росло. И мне действительно было что терять. И я столкнулся с таким пониманием, с таким пониманием, как белые знания. Как белые знания, славянские знания. В них я нашёл очень многое. Из них я взял очень многое. И оттуда ко мне пришло, что есть воин любви и света. Есть тот человек, который включает внутри себя всё, что есть в его окружении. Который может включить в себя и врага. Который может включить в себя и командира. А не кривя душой скажу, что нам порой врагов не нужно вовне. Мы сами себе враги друг на друга, брат на брата. То есть существует много противоречий. Внутренних много противоречий внутри коллективов, которые предстоит ещё только решить. И я уверен, что когда мы эти противоречия решим, наша армия будет самая непобедимая. И вот поиск, поиск всего этого стал потихоньку рождать этот такой небольшой проект. Он действительно очень небольшой. Значит, после этих вопросов я пошёл дальше. Я стал искать ответы на вопросы, которые связаны с семьёй. «А что значит воин любви и света в семье? А что значит воин любви и света в паре? А как ему вести себя с детьми? Как вести со служивцами? Как вести себя с врагами?» И вот потихоньку-потихонечку стала простраиваться матрёшечка, которая на сегодняшний момент сложилась в целостную систему, сложилась в тот образ жизни, который я веду. Рядом со мной появились соратники, появились те люди, которые тоже разделяют те цели и ценности, которым я придерживаюсь в своей жизни. Ну это примерно вот как у тебя, Алексей, вокруг твоего радио сложилась небольшая команда, которая служит свету, которая несёт людям знания, которая несёт людям душевное состояние, которая делает, не побоюсь этого слова, действительно очень великое, очень масштабное дело для всего мира и в первую очередь для всего славянского мира. Также и у нас есть небольшая команда, где мы обсуждаем, где мы трём эти вопросы. И через это я сам лично двигаюсь. Пока всё. Хорошо. Так, выдохнул, я услышал. Хорошо. Ну что ж, ну что ж. Значит, даже вот не знаю, с чего начать. Давай-ка начнём, вопреки нашей традиции, с вопросов, которые появляются. И, наверное, уже отталкиваясь от вопросов, будем разворачивать нашу сегодняшнюю тему, наш сегодняшний эфир. Итак, вопрос пришёл от Солнца. Михаил, что и кого и от кого охраняет воин света и любви? Если есть воин света, то есть ещё и воин тьмы. Тогда кто такой воин тьмы? И почему, если мы хотим уйти от дуальности, мы как будто всё-таки же продолжаем использовать принцип «разделяй и властвуй». Ну да, теперь по порядку. Итак, что и от кого, кто, вернее, от кого охраняет воин света и любви? Спасибо большое, Солнцу, за такие замечательные вопросы. Воин любви и света в первую очередь защищает божественные правила на планете Земля. Человек, который владеет славянской картиной мира, понимает, что когда он поднимает глаза к небу, он над собой видит невидимое. Он видит Творца, он видит богов, он видит рода, он видит иерархии, он видит расы. И вот всю ту многомерность, которая присутствует над нами, которая присутствует в невидимом мире, как раз и защищает воин любви и света. Если спустить на планету Земля, то воин любви и света защищает свою семью, защищает свой род, защищает свой народ. Он защищает то душевное чувство любви, которое есть в его семье, есть между им и парой, между ним и детьми, между им и народом. Это то невидимое, которое многим людям, ну вот взять логик материалиста, ему не объяснить, что такое любовь. Он скажет, как её пощупать, как её не почувствовать, как её пощупать, как её увидеть. Но обычными органами чувств её никак не распознать. Она есть только на уровне души. Вот как раз вот душевные связи и защищает воин любви и света, если говорить уже таким простым языком. То есть, другими словами, воин света и любви — это не тот, который бегает с автоматом и с гранатами и швыряет во всех, кто ему не понравился эти предметы и стреляет по тем, кто каким-то образом ему представился не совсем любящим человеком, да? Да, конечно, конечно. И здесь воин любви и света также стоит учиться и совершенствоваться. И чтобы всё это понимать, воин любви и света должен научиться различать. Он не разделяет и властвует, как написало Солнце. Он различает. Он различает свет и тьму. Но если мы перед нами видим представителей тьмы, мы же не будем с ним говорить о свете, открывать перед ним карты и как-то стараться перетащить его к себе. Есть такой тип сознания людей, которые не подлежат уже, как бы сказать, трансформации, не подлежат изменению. Такие люди просто через военные действия отправляются на другие уровни, более, сказать, уже неземные, то есть меняют свою мерность. К ним приходит смерть через все эти действия. Так, ну, наверное, надо тогда пояснять ещё, потому что затронули некоторые темы, такие более высокие и, наоборот, слишком приземлённые. И тогда надо нам понять, свет и любовь в данном случае, что имеется в виду? Многие источники, многие понятия, могут, точнее, многие определения могут разделять эти понятия, я их для себя свожу примерно в одно единое целое. Жить по любви на планете Земля для меня — это идти к свету, это идти к себе домой, туда, откуда пришла моя душа. То есть возвращение в исходное состояние. Мой земной путь — это движение души к свету, максимальное её очищение и просветление, вот, и возвращение домой через Любовь. Через Любовь. Где-то грань, неощутимая материалисту, которая разделяет свет от тьмы. И свет в этом случае тогда что? Может быть, это просто кажется иногда, бывает, человеку я на светлой стороне. Оказалось, что он имел в виду просто встать под фонарь ночью, встать где-нибудь на улице и наслаждаться, что он на светлой стороне. Или наоборот, вот кто-то кого-то душит, говорит, он негодяй, он мерзавец, а я вот воин света, я за Любовь, а он против света, против Любви. И вот он таким образом уничтожает очередного тёмненького товарища, чтобы тот не мешал жить другим людям. Но при этом сам лишь делает он доброе, светлое дело. Вот эти моменты как-то надо пошире чуть-чуть рассмотреть. Я понял. Сейчас постараюсь это сделать. Давайте я сразу скажу, что я нахожусь ещё на пути просветления, я нахожусь ещё на пути познания себя и нахожусь на пути обучению развлечения. «Свет и тьма» — ответ внутри каждого. Имя этому — совесть. Совместная весть с Творцом. Это связь человека с его родом. Это связь человека с его расой. Это связь человека с богами рода. Это связь человека с Творцом. Вот как раз через эту совместную весть он учится различать и быть честным в первую очередь сам с собой. И если это действительно так, если это действительно человек что-то нарушил, если я вижу, что он является представителем тёмной иерархии, он не подлежит изменению, то с внутренней частотой совести я иду и выполняю свою работу. Если внутри меня есть какое-то сомнение, то я делаю паузу и разбираюсь в этом. Но скажу, что беря как пример южные регионы нашего земного шара, там времени на это нет. Там находятся по одной и другую сторону люди, которые уже чётко определились со своим местоположением относительно света и тьмы. Я думаю, что сейчас, Алексей, с твоего разрешения, уместно перейти к вопросу, который сдало Солнце, чем отличается воин любви и света от воина тьмы. Ну давай, перейдём, давай. Чем отличается? Воин тьмы — типичный пример, каждый человек может видеть. Это частные военные компании. Это люди-наёмники. Люди, которые убивают других ради денег. Человек, у которого земные цели и ценности, я их называю именно земными. Это деньги, это слава, это власть. И убивать ради убийства. Убивать только для того, чтобы казаться великим. Убивать других для того, чтобы казаться таким, ну, для молодёжи это слово, крутым, брутальным. Это ловушка. Человек, совершающий убийства, человек, совершающий какие-то поступки в угоду земных целей и ценностей, которые я перечислил выше, уже подключён к иерархии материстических сил, к тёмной иерархии. И энергию жизни, и вся его энергия жизни уходит туда. Его душа стремится вниз. Это, как мы знаем из наших славянских знаний, это миры тьмы. Воин любви и света — это человек, который… ну, я. Я стараюсь в своей жизни эти моменты от себя не убрать, не избавиться, не накрыть их какой-то такой пеленой, мол, я их не замечаю. Я стараюсь их осознанно преодолевать. Стараюсь убирать с первого места деньги, славу, власть, убийство, радиоубийство. Стараюсь делать это через любовь. Если возможно поменять человека, то стараюсь вести диалог с ним, стараюсь ему объяснить. Ну, это как с маленьким ребёнком. Одно дело на ребёнка накричать, отругать, ударить, поставить в угол, и можно сказать, дело решено. Дело не решено. Там внизу тёмные сидят, аплодируют. Браво! Гораздо сложнее его понять, его почувствовать, гораздо сложнее объяснить ему, дать ему правильный образ действий, дать ему правильный образ происходящего. Вот. Это и есть труд. И вот воин любви и света — это тот человек, который не выключает из своего пространства, но не отнекивается от врага, а который включает врага в своё пространство и пытается его понять, способен ли человек к развитию, способен ли он к изменению, или он не способен. Ну вот давайте как пример возьмём сейчас те действия, вот я наблюдаю за ними со стороны, которые идут на территории Сирийской Арабской Республики. Там очень много воюющих кланов. Они днём воюют, вечером садятся вместе пить чай. Пару часов чай попили, разошлись, опять воюют. То есть это говорит о том, что вот в эти промежутки с людьми можно договариваться. И эти договорённости работают. Если вот очень детально вникнуть в происходящее там, то там идёт совсем не война. Если бы сейчас на планете Земля шла настоящая война, она бы шла в мировом масштабе. Локальная война — это как раз то пограничное состояние, в котором можно договориться. Это бесценная площадка для войны любви и света. Миша, в общем, такая интересная ситуация. Я слушаю тебя, хотя уже не раз про тёплые регионы я много рассказов слышал от разных своих знакомых, которые там непосредственно бывают. И, в общем-то, у меня всё больше и больше создаётся впечатление такое двоякое о себе самом. Или Восток слишком очень тонкое дело, как говорил товарищ Сухов, да, Петрухи. Либо там что-то творится такое, что уже в Кащенко не вмещается. В понятие Кащенко палата номер 6 там отдыхает рядом. Потому что если уж воюют, а потом вечерком встречаются за самоварчиком, и пьют чай, а потом расходятся, мне это русскому человеку понять невозможно. Чего же ты достреляешь, если потом ты вечером идёшь чай гонять? И вот эти вопросы, когда я задаю, никто из русских людей, в принципе, нормально на это ответить не может. Просто говорит, ну так у них принято. Я говорю, а с чем это связано? И тут мне сразу вспоминаются различные эпосы, когда люди дрались-дрались с рассвета до заката, а потом вечером убитых раненых растаскивали. И потом вместе садились кушать. Кушали, отдыхали, утром опять по лагерю расходились на противоположные стороны и опять давая друг друга конопатить. Вот для меня это непонятно. Я не могу это себе представить. Потому что если, на мой взгляд, русский человек ввязывается в бой, то он потом с противником садится за стол, только в том случае, если подписывать акт о капитуляции. Если уже победа одержана, и в этом случае надо снисходительным быть к побеждённому, чтобы с ним подписать акт о капитуляции, заставить его возместить то, что он там разрушил, чтобы он понёс какую-то кару, положенную ему. Но только в этом случае. А просто так пострелял-пострелял, и потом идти пить чай, для меня это никак не понятно. Может, ты мне что-то расскажешь? Может, я слишком сильно от жизни отстал? Как это получается? Да, конечно. Значит, вот ты действительно правильно сказал. Всё очень тонко. Всё настолько тонко, что в этом нужно очень детально разбираться. Нужно изучать и познавать врага, против которого мы сражаемся. Сразу, чтобы не упускать, скажу про русского человека. Который садится за мирный стол подписывать акт о капитуляции. Или вот как раз вот у нас, наверное, так совпало в преддверии 9 мая 72-й годовщины победы русского народа над Германией, над фашизмом. Мы тогда сели 2-го числа подписать как раз вот такой акт. И для русского человека многие вещи определены и понятны. Ну, не бывает же женщина наполовину беременной. Она или беременна, или не беременна. Или мы воюем, или мы не воюем. Всё. Поэтому Россия, если... Моё понимание, могу ошибаться, если Россия ввязывается в войну, то она идёт до конца. Как мы 22 июня 41-го приняли войну на наших западных границах, так и до лета 45-го мы довели до конца это дело актом полной капитуляции Германии. Там, на юге, на юге нашего земного шара идёт несколько иная война. Там у людей их цели и ценности не определены. Они сомневаются. Они, когда садятся вместе пить чай, когда они вместе выходят на молитву делать намаз, они тогда люди. Тогда они находятся во внутреннем балансе. Но как только они берут в руки автомат и расходятся, вступает в силу такое понятие, как одержание. Это вот можно таких людей видеть, про них говорят упало-забрало, планка упала. Я за себя сейчас не отвечаю. То есть человек, находящийся в состоянии одержания. Это в этот момент напрямую тёмная иерархия подключается к человеку. Видит этот человек, не видит этот человек. Но это в нашем мире есть. К нему подключается иерархия, и он на образах, смыслах, целях и ценностях катит на этих. И только когда случается что-то такое экстраординарное, ну, допустим, ему повезло, все ушли с этой земли, он остался один, тогда он может задуматься и в корне поменять свою жизнь, понять своё заблуждение, понять, что он делал в этой жизни что-то не так, изменить своё отношение и уйти с этого поля брания. Для себя уйти, стать мирным человеком, человеком, который будет показывать, что так не надо делать. А хочу ещё сразу сказать, что это лишь война, это лишь средство для понимания, для изучения себя. Это средство. Это такая вот частичка, можно сказать, профессия на планете Земля, которая помогает человеку что-то понять. Но я вот просто боюсь сейчас, я вот могу об этом долго разговаривать, боюсь, я сейчас уйду в сословие, уйду в кастовость, уйду в понятие, что такое воин, что такое жрец. Вот, поэтому, Алексей, ты меня останавливай, я могу вот прямо, мне только дай. Не бойся уйти в такие понятия, в расшифровку, потому что сейчас время становления наших традиций, нашего древнего представления представления о наших жизнях и устоях, поэтому, я думаю, лишний раз об этом сказать не страшно, да, в общем-то, подчас и нужно. Вот, получается, что там сейчас, исходя из того, что ты сказал, следующая ситуация. Люди запутались, люди не понимают, что делать. В руки им досталось оружие, и каждый пытается охранять свой удел. Когда же наступает время молитвы, то в этом случае их нечто объединяет. А это нечто – это как раз та самая молитва, которая посвящена Аллаху, да? И они вот так вот, положив оружие, потому что, понятно, в мечеть с оружием, скорее всего, просто так заходить не получится, нужно ещё и тапочки снимать, туда всё заходит, стилит коврики, если они есть, и совместно проводят молитву. Всё здорово, всё замечательно. Потом можно какое-то время чай попить, поговорить, как люди. А вот когда они возвращаются в свои наделы, уделы, то они превращаются в охранников. А охранник – это такой человек, тем более, когда стреляет вокруг, который смотрит по всем сторонам и каждого шороха боится. И он в сторону шороха может пальнуть. А когда он пальнул, он кого-то может зашипеть из тех, с кем он сейчас, например, час назад чай пил, а два часа назад намаз совершал. И пальнуть он может совершенно без причины, просто там человек захотел, скажем так, в туалет сходить, и камешек задел, и так далее. Вот. А с той стороны тоже начинается ответный огонь. Такая войнушечка пошла. То есть, по сути дела, как ты уже отметил, там как таковой войны, получается, и нет. Там идут именно такие разделения по кланам, разделения по наделам, и каждый пытается, как крапотшельник, свой домик охранять и постреливать. Но все бы было так гладко и здорово, все бы это просто решилось. Встретились, договорились, оружие у всех бы отняли, одно единое войско сделали, все бы было здорово. Но, видимо, есть какие-то темные другие, почему, говорю, слово темные, вперед забегаю, некие силы, которые специально поддерживают ситуацию напряженности, специально разводят по сторонам и каким-то образом мешают людям поддержать мир и порядок и все вопросы решить за столом. Вот мне как-то видится это так. Правильно я это понимаю? Да, Алексей, ты правильно понимаешь. И здесь для большего понимания я бы хотел уйти опять над системой и сказать, что с 2012 года время началось утро, как мы все прекрасно знаем. А потихоньку ослабевают. Сейчас через вот такие вот локальные войны идет просто доигрывание, приходят новые правила. Вот эти вот темные силы, давайте будем их обезличивать, темные силы с ночью сварога, которая длилась несколько тысяч лет, из которого мы благополучно вышли. В это время действительно, как вот Солнце написало, было время разделяя и властвой. Что произошло? Некогда большую, белую, славянскую картину мира раздробили на тысячи кусочков, раздробили на пазлы. Можно так сказать, в разных религиях течет. Это все кусочки некогда одного целого. И отсутствие понимания целостности ведет как раз к тем войнам, которые и происходили. А мы знаем, что наша страна ни одну, ни один десяток лет, там, можно сказать, даже ни одну сотню лет за последние тысячелетия провела в войнах. Хочу сказать еще, что все войны, все земля в данный момент были войны за территории и за ресурсы. За территории и за ресурсы. И не более того, темные силы, темные силы через свои технологии, через понимание устройства жизни, через понимание мира устройства, просто завело свои правила. Завело свои правила. И давайте посмотрим. Тот же ислам у самого истока после смерти пророка Мухаммада сбился на шиитов и суннитов. Уже на два. Идем дальше. Время шиитов и суннитов. Итого их, я боюсь ошибиться, 72 течения. 72 течения только в одной религии ислам. Христианство. То, которое на нашей земле, то, которое и в Европе. Разные вещи. Называется одинаково. Пророк. Обрыв связи. Преследует свои цели и ценности, защищает свою картину мира. Шииты защищают свое, сунниты и защищают свое. Среди... Обрыв связи. Сейчас мягко и плавно ослабевает, но до сих пор присутствует. Война базируется, и темные об этом знают, на самых сильных энергиях планеты Земля. Это кровь, это почва, это энергия. именно на крови, на почве, на расе, на избранность расы выехала вся фашистская Германия. Именно это было заведено в сознание немецкому воину. Сказали обрыв связи. Война пошла. Советский Союз, он встал на защиту мира устройства, встал на защиту мира порядка, и этой войны знаем, мы все с вами прекрасно знаем. 9 мая будет замечательное событие, замечательное по своей красоте, по своей энергетике, по мощи, по могуществу. Это парад на Красной площади. И не менее значимое событие, я вот прошу всех обратить на это внимание, это изобретение из средней полосы России человека «Бессмертный полк». Это как раз мы с вами можем наблюдать обрыв связи. Михаил? «Бессмертный» «Да». У нас связь постоянно прерывается, тебя слышно через раз. Так, ладно, насколько я понял, насколько я понял всего сказанного, что, подводя итог нашей первой части, что долгая была у нас «Ночь сварога», и за эту ночь нашу великую державу тёмные ребята сумели очень плотненько поделить, очень хорошо поделить. И это деление продолжалось вплоть до последних дней, когда в каждом религиозном течении появилась куча самостоятельных и которые теперь могут долбить друг друга совершенно просто, без зазрения совести, только потому, что кто-то молится не так, или кто-то не те слова говорит и не в ту сторону. Вот, это первое. Второе, нас разделили по так называемым народностям, народности разделились на государства, на республики и на многое-многое другое. И в конечном итоге мы получили то, что получили. Много чего разделённого, и где есть разделение, там есть властвование тех самых тёмных. И вот эти тёмные нас стравливают в последнее время очень активно. Вот с таким радостным итогом мы сейчас оказались, и вопрос, что же нам дальше делать? Значит, хочу сказать, что вот для слушателей может быть слышится, что тёмный это очень плохо. Нет, хочу тоже здесь немножко разминировать, это не есть плохо. Всё, что есть на планете Земля, всё, что придумано Творцом, это есть не просто так. Всё то многообразие мира, которое есть, оно нужно для чего-то. Поэтому вот эти вот ребята, спасибо им большое, это сделали нам своеобразную прививку и показывали, ребята, не делайте так, делайте по-другому, живите по-другому. Нам самое главное, как белому народу, как славянскому народу уяснить это и не обрыв связи. Да, что? Они просто что, которые есть вокруг нас. Опять были провалы. Нам, славянскому народу... Не всё так плохо? Опять были провалы связи. Нам, как славянскому народу, нужно понять, уяснить, и дальше будут провалы. Я понял. Нам, как славянскому народу, нужно понять и уяснить, что это лучшие наши учителя и тренера. И нужно им сказать спасибо за ту прививку, которую они делают. Они показывают нам, как нам не нужно себя вести, как нам не нужно делать. Славянский мир, славянская картина мира, белая картина мира, она очень сильная и могучая. Человек, который в знании, который в силе, в энергии, который в роду, это поистине могущественное существо, которое способно влиять на этот мир определяюще. Если этот человек с этими знаниями, с энергиями, технологиями будет себя вести и использовать их, как использовали их немцы в своей войне, то мы получим ту же войну. Поэтому за это спасибо ребятам, что показывают, как не надо делать. Итог этой войны мы знаем. Поэтому призываю всех не наступать на те же грабли, а сказать им спасибо, сказать им спасибо, учиться своему, держать свое и мягко, плавно вытеснять, трансформировать все то темное, которое есть вокруг нас, в свет. Ну вот, как-то так. Понятно. Ну, по поводу войны ты сказал, но ведь ситуация вот какая. Там, в южных регионах, теплых странах, все начинается не с войны, а там войны начинаются с так называемых революций и переворотов. а революции и перевороты, они устраиваются на деньги тех же самых ребят, которые в свое время устраивали более глобальные войны. То есть, изменился принцип подхода к разделению и властвованию, и вот эта вот фрагментация, она перешла на более мелкие участки при помощи вот этих самых революций. Сейчас мы, если внимательно посмотрим на окружение не столь далекое, то мы увидим, что, в общем-то, волна революции так или иначе прокатилась по ближайшему зарубежью от России. Где-то это мягонько прошло, где-то просто народ пограбили, пограбили, но это все закончилось, а где-то помимо грабежа еще идут намеки на дальнейшее разделение. То есть, некогда цельная республика может в ближайшее время разбиться на два, а то и на три участка западный, юго-восточный и центральный. Вот. Не буду пальцем показывать, не буду называть, но к этому потихонечку все идет. Я думаю, что если даже с небольшими по отношению к России территориями и государствами это можно сделать, то что же тогда можно говорить про планы этих товарищей, которые относятся к России. Ведь Россия достаточно жирный кусок, достаточно большой. Здесь тебе и земли, здесь тебе и леса, здесь тебе и вода, здесь тебе полезные ископаемые, свежий воздух, интересный климат, хочешь снег, хочешь тепло, хочешь горы, хочешь равнины, все есть. Как ты думаешь, вот то, что сейчас там происходит, это репетиция, отработка планов, отработка методик. И если это отработка методик, то в конечном итоге эти методики как быстро, это можно ожидать, к нам будут заброшены. Значит, в моем понимании глобальной войны, третьей мировой войны не будет. Того, что было раньше, было в темное время, было в ночь, такого уже не будет. Сейчас где-то будут идти очаговые войны, но в более глобальное это не перерастет. Повторюсь, старые правила, старые энергии на планете Земля, они потихоньку заканчиваются и покидают Землю. Это вот как сейчас можно посмотреть, был прекрасный день, прекрасный солнечный день, солнышко светило очень ярко, очень ласк, нежно, вот точно так же и порядки на планете уходить. Действительно, территория у нас у нас не так мало ресурсов. Но нужно понимать, что человек, живущий и родившийся в России, так просто свои позиции не сдаст. И все об этом понимают. Об этом понимают все. Было много предпосылок, чтобы развязать эту войну и не все знают прекрасно историю. Россия не проиграла в примере турецкую войну. Это можно сказать была такая очаговая война. Но все прекрасно знают, что Александр с мечом придет, нашего меча и погибнет. Россия не нападает, но Россия защищается. И весь мир знает, как Россия защищается. И вот как сам человек из этой структуры, я скажу, что не повезет тому, кто решится на такой шаг. Потому что в самые трудные времена, в самые ответственные времена всегда находятся те люди, которые встают во всю широту своей груди, во всю широту силы, во всю широту рода, на защиту своей территории страны. Это, кстати, вот такая своеобразная самоидентификация для воина. Вот. И мне как раз, Алексей, с твоего позволения прошу перейти уже на более такое вот, вернуться, мы еще можем вернуться к военным действиям, вот, но, может быть, перейдем к семье, перейдем к народу, перейдем к той жизни, которая есть у нас. Ведь воин любви и света это не только тот человек, который ведет боевые действия, это еще и тот человек, который живет. И даже скажу больше, воином любви и света может стать не только специалист в своем деле, но и человек, специалист в узком профиле, каким являюсь я. Воином любви и света может стать каждый мужчина нашей страны. Хорошо, прежде чем перейти, я хочу еще уточнение маленькое сделать. А много ли воинов любви и света находится там с нашей стороны и встречаются ли все-таки с той стороны те люди, которые по незнанию попали на противоположную сторону баррикад? Я верю, что такие люди есть. Это называется предназначение для мужчины. Очень важно быть предназначением. Предназначение есть у каждого. Просто не каждый его нашел. Это как допустим песику бросить еду и он будет понюхать ее искать, 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 искать. Раз, нашел и начал есть. Вот еще не все прочувствовали и нашли свое предназначение, но уже многие догадываются о нем. Поэтому я верю, что там такие люди есть, что вообще такие люди есть. и вот из моего близкого окружения, про которое я говорил ранее, я могу сказать, что да, я таких людей знаю. Если они там, я могу догадываться, но то, что такие люди рядом со мной, это да. И с каждым раз, с каждым днем таких людей будет становиться все больше и больше. на планете земля делать больше нечего. Все цели и задачи, связанные с материальным, машины, деньги, квартира, это все важно, но вторично. Это лишь средство. Это средство к нечто большему. Ведь мало кто задумывается, для чего он живет. Хорошо, если так никто не задумывается, то хотя бы подумайте о том, что с вами происходит. И как вы приходите на эту планету. Человек приходит сюда голым, и он уходит отсюда голым. Он ничего не забирает с собой. Он забирает с собой, его душа берет с собой только опыт и знания, которые она приобрела на планете Земля. Вот это и есть высокие цели и ценности. Вот это и есть воин любви и света. человек, который живет по душе, человек, который совершенствует себя и который не ругается и не идет своим друг на друга, как мы опять возвращаясь к нашим любимым боевым действиям, как это происходит сейчас на юге нашего земного шара. хорошо. давай теперь переходить к семье, к детям и другому более приятному. Как себя здесь может проявить воин света и любви? здесь для воин любви и света безграничная площадка для совершенствования и открою маленький секрет, что это основная площадка для совершенствования каждого воина любви и света. давайте уважаемые слушатели Алексей введем сейчас такое понятие, что воином любви и света может стать каждый. Не обязательно для этого, как я уже сказал, иметь специфичную профессию в нашей стране. Для этого достаточно просто задуматься, для чего ты здесь живешь и начать жить осознанно, жить не в угоду себе, не в угоду своей гордыне, а жить и учиться служить на планете Земля, учиться помогать себе, помогать другим людям. Поэтому то, что происходит в мирной жизни, я бы сказал, уже глядя на мой опыт, беря во внимание мой опыт, я бы сказал, что это основная площадка. Это основная площадка, где развивается и совершенствует себя воин любви и света. Повседневная жизнь. поэтому его семья, он сам, его семья, пара-половинка, детишки, мама с папой, бабушка с дедушкой, его род, это основа воина любви и света, это его бесценная площадка для совершенствования. я попрошу задать более, если есть какой-то вопрос, более конкретный вопрос, потому что просто боюсь уйти в обзор. Хорошо. В чём заключается совершенствование в семье-то? надо так понять нам. все знают, что самый сложный человек, это его уже надо. Буду говорить с позиции мужчин. У меня был период в моей жизни, когда складывать с другими женщинами там на стороне мне было намного проще. я не говорю про измену. Начиная с первого дня знакомства со своей женой и кончая сегодняшним днём, мы уже второй десяток лет живём вместе, я оставался верен и предан ей. Я здесь говорю о другом, о том, что человек, ну я, давайте на себя свои примеры буду приводить, так будет проще. Мне было раньше проще общаться с другими, быть в компании других, было приятнее общаться с другими женщинами, потому что приходишь за мной, а там это, блин, которая будет ворчать, которая будет тебе надоедать, которая будет приставать с вопросами, а это, а то, а сё, давай поговорим, давай выясним то, сё. Ну вот, я думаю, что каждый понимает, о чём я говорю, это повседневная жизнь. Вот. И как раз всё вот это непонятное является бесценным полем и ресурсом к развитию, к пониманию. Ведь воин любви и света, который не видит ресурсов в своей семье, не понимает, зачем она ему нужна, он пропускает в своей жизни очень многое. Можно сказать, это дом без фундамента. нельзя стать воином любви и света сугубо своей профессии, при этом на семью, пускай хоть она мхом там порастёт. Взаимодействие с женщиной это основное то, это то, ради чего души приходят на планету Земля. Мужское и женское, возьмём китайское, там, инь-янь, хотя этот знак старославянский, опять же, вот, отколовшийся кусочек и улетевший на юго-восток. Всё это нам говорит о том, что сложение мужчины и женщины является основным для этой планеты. Именно в паре рождается любовь. Без женщины мужчина не может понять, что такое любовь. Он не может научиться любить. Когда он приходит домой и видит там больше, чем женщину, видит в её лице Матушку-Землю, видит в её лице те бескрайние луга, поля, те красоты, те широты, которые есть у нас, когда он её любит, оберегает, когда он её жалеет, и когда это нисколько не надуманно, а это льётся из души, это внутреннее состояние, вот тогда мужчина только приступает к своему самосовершенствованию и развитию как воин любви и света. И потом он все эти знания несёт вовне, несёт в свой коллектив, где он работает, несёт на поле боя, где он тоже себя совершенствует, применяя знания, навыки, умения свои, умения складывать в коллективе. Вот, поэтому это, можно сказать, моя любимая тема, она широка и безгранична, и это вот, это и есть жизнь, это просто, просто жизнь, очень такая весёлая, очень интересная. Скажу ещё, чтобы было понятней, есть этапы развития пары, я думаю, что это будет интересно, потому что это важный вопрос в понимании, для чего нужны мужчины и женщины, для чего нужна пара. Есть первый этап знакомства, это тот этап, на котором люди встречаются, они рады встрече, они начинают жить вместе, они окрылённые, они на седьмом небе от счастья, они готовы дарить друг другу свою любовь, готовы дарить чувства, готовы дарить слова, проще говоря, это такой вот конфетно-букетный период, вот как косичка переплетает, а также идёт переплетание мужской и женской энергии, люди познакомились, идёт время, приходит первая ссора, приходит вторая ссора, третья ссора, и обычный человек не понимает, что это происходит, он входит в режим жить методом проб и ошибок, а это всего лишь следующий этап развития пары, когда в ход вступают, когда произошло вот это энергетическое переплетение, когда люди слились, можно сказать, в одно целое, тогда вступает в силу божественный закон, и люди начинают отрабатывать свою карму, они начинают отрабатывать свои родовые программы, которые пришли к ним по роду, вот, многие не понимают, многие думают, что всё, любовь закончена, романтика закончена, надо искать другого человека, но такие люди, они не понимают, что они расставшись встретятся точно такого же человека, который, ну, с маленькими отличиями, то есть мимо уроков, которые нужно пройти на планеты, он не проскочит, с лёгким оттенком другая женщина, другой мужчина будет немножко отличаться, но итог будет один и тот же, вот, поэтому вот я в своей жизни где-то вот лет 3-4 года назад тоже пришёл в такой кризис, кризис отношений, мне казалось, что моя семейная жизнь закончена, что слишком много противоречий повисло в нашем пространстве, и собственно это всё, это конец, но в глубине души на тот момент я уже имел некоторые знания в этой области, в глубине души, накладывая эти знания, я понимал, что я где-то ошибаюсь, что я что-то делаю не так, и тогда я для себя сделал жизненно важный выбор, я пришёл к жене и озвучил всё это, и сказал ей, что я безгранично верю в нашу пару, что мы справимся и сможем большее, из того момента пошёл бурный рассвет наших отношений, мы с ней усвоили те уроки, которые пришли к нам через эти противоречия, через непонимание, и в конечном счёте, можно сказать, уже разрыв отношений у нас был официальный, мы начали жить заново, начали жить уже с более глубоким пониманием и живём так до сих пор, до сих пор изучая друг друга и познавая друг друга, ведь Творец в своём понимании, это вот такая условная модель, делится на мужское и женское, он делится на мужскую составляющую и женскую составляющую, и через взаимодействие мужчины и женщины он себя познаёт, и вот понимание мужского и женского лежит в основе всего. Почему? Да потому что мужчина, он мужчина внешне, а если заглянуть в его внутренний мир, если посмотреть более тонкие структуры, то в каждом мужчине есть часть женщины, и понимание этого связано с пониманием того, что сейчас происходит с однополой Европой. Почему появляются различные отклонения у мужчин, почему создаются семьи однополые, и почему вообще распространяется это очень сильно. Потому что мужчина состоит из мужской части и женской части, и вот своей женской частью и мужской частью, он познаёт женщину, которая тоже состоит из мужского и женского, просто разное процентное содержание, процентное соотношение мужского и женского находится внутри каждого из нас. Поэтому я не смогу познать себя, я не смогу стать воином любви и света, выключив из своего пространства свою пару половинку, свою жену. Если я отказываюсь от неё, то можно сказать, я отказываюсь от жизни. А если мы обратим внимание, то всё вокруг нас женского рода, земля женского рода, жизнь, то есть всё носит женский род, всё твёрдое. И вот ту часть себя женскую я как раз учусь познавать через свою жену и выстраиваю свою целостную структуру. Вот. Да. Я разговаривал с Алексеем. Это хорошо. Это хорошо. Ничего страшного, я в этом не вижу, когда человек разговаривается. Напряжение спало. Я действительно вначале немного волновался. Это мой первый опыт. Такой можно сказать массовый. и он для меня действительно волнительный. Я думаю, что в последующем это для меня станет познанным. Михаил написал, что через минут 20 к нам подключится, может быть, уже через 15. Так что я предлагаю сейчас нам продолжить беседу. Когда он будет готов подключиться, мы тогда возьмём музыкальную паузу на минуты 4, проверим связь и уже тогда троём будем общаться. А сейчас пока продолжаем. Давай-ка вот о чём мы с тобой поговорим. У нас в анонсах заявлено следующее. В передаче мы разберём, что такое патриотизм, почему сегодня он активно выбирает обороты. На фоне его создаются партии, государственные программы, всё это хорошо, но никто никто так и не дал ответ, чем же всё-таки он является по определению. Итак, давай с тобой разберёмся. А что же такое патриотизм с точки зрения? Очень интересная тема. Она как раз свежая сейчас. То, чем мы с Михаилом вместе занимаемся. То, что нас притянуло, мы как раз изучаем вопрос, встретили друг друга. Значит, что такое патриотизм? Каждый в современный век интернета каждый может забить в Яндексе и найдёт понимание того, особенно там в Скипедии, что такое патриотизм. Но дело в том, что там лишь частичное его определение, лишь небольшая часть. И то эта часть раздроблена. через те определения, которые есть, мы можем понять, что патриотизм это любовь к родине, патриотизм это любовь к государству, любовь к территории, патриотизм это там любовь к своей малой родине, любовь к правительству даже есть. И даже есть такое слово, как лояльность, лояльные отношения к существующему миропорядку, который есть сейчас. То есть уже слово любовь постепенно выбивается и на смену приходит лояльность. Но опять же повторюсь, это старые правила, дальше я чувствую, я уверен, не пойдет. Так вот, патриотизм это понятие большее. Если мы вернемся к нашим белым знаниям, то патриотизм можно, да не можно, а можно сказать, что родолюбие, любовь к своему роду, это более точное и более ясное понятие, которое может раскрыть это слово. Потому что патриотизм, но давайте остановлюсь немножко. Патриотизм, я буду говорить о патриотизме, потому что мы живем в современном мире и это слово сейчас у всех на слуху, но я верю, что в последующем оно будет трансформировано в более славянское, в более понятное понимание и будет нести другие образы и смыслы, нечто не те, которые оно несет в данный момент. Так вот, современный патриотизм не отвечает на множество вопросов. Патриотизм есть в школах, там детей учат любить нашу родину, они рассказывают, какая она великая, приводят различные исторические факты, приводят доводы, но там забывают самое важное, забывают как раз то, о чем мы сегодня с вами говорим, забывают о семье, забывают о паре, забывают о детишках, о родителях, а для детишек это мама и папа. Ну вот только представьте себе на секунду, сидит ребенок в классе, он услышал прекрасную лекцию по патриотизму, он много что понял из нее, но он приходит домой и видит, что его мама и папа ссорятся, его мама и папа постоянно ругаются, папа имеет вредные привычки, часто не бывает дома. Какой он пример видит в семье? У него сразу идет на два. В голову, в ум в школе ему дали одно, но на деле его душа чувствует другое, потому что ребенок, он свою семью чувствует душой, до 12 лет он находится полностью в энергопространстве мамы и папы. И тут уже идут несостыковки. И вот это привело нас с Михаилом, поставило перед нами задачу понять, а что такое патриотизм в действительности. И здесь нельзя говорить о патриотизме земном. Здесь нужно говорить о том патриотизме, который соединяет ту матрешечку, которую я сказал ранее. Это творец, это боги, это рода, это расы, это иерархи. Это, можно сказать, невидимый мир, который есть над нами. И когда мы вот это вот невидимое приносим в современный патриотизм, когда мы делаем его целостным, когда мы заводим туда и маму, и папу, и родителей, и свои пары-половинки, тогда мы приобретаем стройную картинку, мы приобретаем целостную матрешечку, которая позволит нам более создать более четкий и ясный образ патриотизма. Чтобы было еще более понятно, скажу, что современный патриотизм, современный патриотизм, он замыкается только на своей территории. То есть патриотизм русский, патриотизм германский, патриотизм венгерский, патриотизм испанский, у всех он свой. Но некогда был один не единой. И его тоже раздробили. Патриотизм тот, который есть сейчас, на нем как раз и играют. Возвращаясь к нашим любимым учителям фашистской Германии, там же все было взращено на патриотизме, на белом, на славянстве. Даже у них они очень много времени выделяли именно нематериальным аспектам тоже ННР было создано специально для этого. Ты сказал славянство арийское, может быть? На арийстве, да, прошу прощения. Если я буду где-то ошибаться, я попрошу меня поправлять. Я только учусь. Да, на арийских знаниях, на арийском миропонимании. Вот. И вот такой патриотизм привёл к войне. В моём понимании патриотизм носит больший характер. Он носит мировой, как бы, он выходит на мировой уровень и начинает действовать в интересах всего земного шара. Это объединяющий патриотизм. Это патриотизм, который хвалит и защищает своё. Я ещё раз повторюсь. Хвалит и защищает своё. Он не претендует на другое. Он не претендует на чужое. Если патриотизм начинает претендовать на другое, начинает ругать другое, ругать чужое, ругать других, то он перестаёт быть патриотизмом. он становится национализмом. И вот эту тонкую грань сейчас в современном мире поймать не могут. Патриотизм прыгает из самого себя в национализм, туда-обратно, туда-обратно. И здесь, на фоне того, что просыпается некогда забытое старое, на фоне того, что начинается утро, уже идёт в полный рост утра, мы можем тоже попасть в ловушку такой вот, можно сказать, избранности. То, что мы белые, мы знаем, у нас широта, у нас полнота. Здесь тоже от патриотизма до национализма один шаг. Нам дано большее, нам дана наша русская душа, непознанная ни для кого. Лишь только для того, чтобы мы развивались и помогали развиваться всем вокруг. Можно сказать, вели не военные действия, вот как не военные действия, а дипломатические действия, помогая другим показывать их заблуждение, что они движутся не туда, идут не туда, показывая им настоящую картину мира. Поэтому патриотизм — это очень большое понятие, которое по сей день нами достраивается, нами изучается, и он до конца ещё не изучен. Мы, можно сказать, только приступили к изучению, только-только, можно сказать, открыли дверь и перешагнули в эту комнату под названием патриотизм. Ты сказал, что национализм — это то, когда кто-то ругает что-то чужое. Правильно я тебя понял? Да, я даже скажу больше, что национализм — это радикальное внутреннее чувство, которое, смотрите, вот здесь я вот чувствую ту зону, которая для меня не познана, поэтому отвечу на этот вопрос так. Национализм, с одной стороны, это то понятие, в котором стоит разобраться. Это то понятие, которое стоит наполнить светлыми образами и смыслами. Это слово неплохое. Но в современном мире оно используется совсем не так, как должно быть. Мне это слово с новой стороны ещё неизвестно. Поэтому, Алексей, я вот боюсь здесь ошибиться, если ты меня хочешь спросить про национализм. Я тебя понял. Ну давай тогда я свою трактовку дам, а ты, наверное, согласишься. Помоги, пожалуйста. Есть понятие национализм, есть понятие нацизм. Вот чем отличие национализма и нацизма? И в чём заключается та трагедия, на мой взгляд, которая сейчас очень активно разыгрывается перед нами, как в какой-то карточной игре, когда эти слова бездумно, а, может быть, наоборот, слишком обдуманно употребляются и производятся дезинформационные вбросы. Так вот, слово «национализм» — это означает всего лишь навсего любовь к своей нации. Это когда твоя нация для тебя важна. Это не какой-то там мусор на помойке. Это очень важное явление, точно такое же, как и, например, твои родители, папа с мамой, бабушки и дедушки, представители твоей национальности. Национализм. Но при этом национализм ни в коей мере не является проявлением агрессии по отношению к другим нациям, к другим народам. То есть моя нация для меня близка, это мой род, это мои родичи, это мои близкие люди, это моя культура и так далее и тому подобное. А нацизм — это когда твоя нация ставится превыше всего и существует за счёт других наций. Вот здесь вот коренное отличие. Если национализм — это всего лишь навсего уважение к другим и любовь к своей нации, а нацизм — это неуважение и, мало того, подчинение других, другие нации, другие народы во благо своей нации. Вот как раз, когда мы говорим про Вторую мировую войну, то там существовало понятие национализм, там существовало понятие нацизм, там существовало понятие фашизм. Но если мы говорим про тех, кто развязал Вторую мировую войну, то там присутствуют два понятия всё-таки. Это нацизм, нацистская Германия, и фашизм — страны фашистской коалиции, то есть объединённые страны, у которых существовал фашизм. И самые яркие представители фашизма — это Италия. Ну, всем более известно, хотя там были другие страны. И поэтому во всех сводках Второй мировой войны существуют немецко-фашистские захватчики. Именно уточнение немецко-фашистские захватчики, потому что воевала вся Европа против России, а фашизм имелось в виду это объединение всех стран германской-немецкой коалиции против России, то есть европейских стран, которые попали путём или объединения, или подчинения под вот это вот управление гитлерской Германии. Вот поэтому нацистская Германия или социализм, национал-социализм, он присутствовал в Германии, в одной стране. А фашизм был во всех некоторых странах Европы, и в конечном итоге это было объединение как раз с других стран, воюющих против Советского Союза. Вот поэтому надо сейчас нам понять, что происходят специальные или не специальные вбросы, которые очень серьёзно запутывают наших людей. Примерно такие же вбросы, как, например, связанные со словом крамола или кощунство. Когда мы знаем, что слово крамол ничего страшного не означает, это обращение мова, обращение словесное, мыслительное к свету, к кра-мола, или кощунство — это когда идёт обращение к каким-то древним своим знаниям кощунам. И кощунники — это кто повествует о древности. А у нас сейчас представление о кощунстве — это о чём-то таком страшном, говорят, не кощунство или что ты крамолу несёшь. То же самое и сейчас вбросы происходят, когда специально или случайно, или по незнанию люди говорят, вот эти националисты, а там показаны конкретно нацисты, а не националисты. И стоит вопрос, друзья мои, Но если в своё время русские цари говорили «мы националисты», русские писатели говорили про себя «мы националисты», или те, кто говорил ещё, например, в знаменитой высказывании о том, что кто утерял национальное значение, национальную гордость, превращается навозом для других наций, на нём произрастают другие нации. Это люди известные, начиная от Менделеева и заканчивая царями. Да и что там от Менделеева? Там другие тоже. Здесь можно перечислять большой список. То есть национализм ничего плохого себе не несёт. Другое дело, что иностранное слово, и оно многим русским людям непонятно. А нацизм – это уничтожение других ради того, чтобы существовала твоя нация. Здесь надо делать ограничения. Примерно такие же разграничения надо сделать в понятиях, например, той же самой георгиевской ленточки. Вот сейчас такой сброс проходит уже несколько лет. Георгиевская ленточка. Когда спрашиваешь, а что такое георгиевская ленточка? Ну как же во время Второй мировой войны? Я говорю, друзья мои, во время Второй мировой войны тех, кого брали в плен, и у них георгиевская ленточка оказалась на груди, если советские войска кого-то брали в плен с георгиевской ленточкой, они сразу же тут же расстреливали их. Георгиевская ленточка в никакой мере к Советскому Союзу отношения не имеет. Никогда георгиевская ленточка не была в Советской армии. Была гвардейская ленточка. Вот гвардейская ленточка стала появляться на орденах. Насколько я помню, 1943 год она уже была официально внедрена и уже официально применялась. Кто-то говорит, что 1942, конец 1942 года. У меня есть данные, что 1943 год всё-таки. А георгиевскую ленточку носили те, кто оказался в эмиграции. Это были белогвардейские генералы, царские так называемые генералы, награждённые крестами, где были как раз георгиевские ленты. И многие генералы, к счастью или к сожалению, так получилось. В продолжение гражданской войны встали на сторону немецко-фашистских захватчиков. Формировались определённые структуры, полки из офицеров, из эмигрантов. Там были заслуженные люди, кавалеры георгиевских крестов. И они носили на груди. И надо понимать, что такая же интересная ситуация получилась и с Триколором, когда лассовские войска шли под Триколором. Под тем самым Триколором, который во времена Ельцина был поднят над Кремлём. Здесь так всё запутано, так всё интересно получается, что, с одной стороны, те, которые выступали против советской власти и думали за счёт Германии уничтожить коммунизм, шли под георгиевскими ленточками в бой против Советского Союза. А те, кто отбивался от них и кто побеждал их вместе с немецко-фашистскими захватчиками, на груди носили георгиевские ленты, которыми были ордена замотаны, ну не замотаны, а вставлены. И вот сейчас активно кричат все «Георгиевская ленточка! Георгиевская ленточка!». Вот эти подмены, которые произошли раньше, они очень сильно бьют по мозгам наших молодых неокрепших умов. Примерно те же самые слова, которые связаны с патриотизмом, с национализмом и так далее. Зачем мы употребляем иностранные слова? Ну давайте назовём это как-то. Патрис, патрис. Это называется «родина», переводится с греческого. Давайте говорить, что не патрис, а родина. Давайте говорить не патриотис, то есть соотечественник. А просто говорить «соотечественник мой». Не патриотис, не патриотизм, а родолюбие, например. Ну мы же про родину говорим, значит, слово «род» здесь присутствует, где родина. Любовь к родине, значит, давайте называть родолюбие просто. Какой патриотизм? Что мы всё время употребляем в словах, которых мы не понимаем ничего? Мы что, какие-то там учёные, которые говорят какие-то слова ради красного словца? Прошу прощения за повторение тавтологии. Но так оно и есть и кажется умным. Мы же не умничаем, мы должны понимать суть сказанного. Поэтому я предлагаю вместо слова «патриотизм» принимать родолюбие слова и употреблять её. Не ставить всё на свои места. И тогда у нас не будет лжи. Не будет лжи, будем жить по праве. Ну, как-то так. Можно, Алексей? Да, конечно, говорим. Мы как раз вот к этому и идём. Мы как раз будем все эти моменты прояснять. Но опять повторюсь, что чтобы что-то познать, нужно это сначала вместить и полюбить. И хочу сказать со своей стороны, я согласен с тобой с тем, что ты всё сказал. Но то, что есть у нас сейчас, есть у нас сейчас. И наша задача, наш урок в этом воплощении — полюбить всё это. Это нехорошо и неплохо. Мне очень приятно видеть и смотреть, как поднимается дух нашей страны. Мне приятно было смотреть, как выступали наши спортсмены на Олимпиаде в Сочи. Мне приятно было смотреть, как вернулся Крым обратно в состав Российской Федерации. Мне приятно слушать наш гимн. У меня душа трепещет, когда я его слышу и вижу поднимающийся флаг. Я думаю, что в последующем мы действительно проясним все те понимания, все те символы, образы, которые сейчас не ясны. Для этого мы и собираемся. И вот слово национализм ещё, я знаю, что его многие трактуют как национализм, нация, наш он. То есть nation, наш он, наш, не чужой, он наш, свой, родной. То есть мы здесь будем говорить о своих национализме, если я правильно понимаю. Но вот спасибо большое, это первая подсказка для меня. Это то слово, которое мы тоже подключим к нашему изучению и разработке. Да, я тебя понял. Я просто к чему ещё призываю. Михаил написал, что он готов. Сейчас мы тогда музыкальную паузу сделаем через какое-то время. Я к чему призываю. Нас приучили, что от нас ничего не зависит. Вот нам долго, планомерно, в головы вкладывали. От вас ничего не зависит. В советские времена это была партия, наш рулевой. В советские времена это был портком, местком, ну что там угодно это всё было. До этого был царь-батюшка, до этого был ещё кто-то. И нам это вкладывали, вкладывали. Превратили русских людей, которые всегда были ответственны за свою землю, каких-то людей, которые теперь ни за что не отвечают, потому что кто-то другой отвечает. Но в этот момент русские люди не задумываются о том, что другой человек может отвечать не за Родину, а может отвечать за свой карман. И очень часто бывают такие моменты, что, доровавшись до власти, иной человек, не понимающий понятия слова, не чувствующий смысл совести, что такое слово «совесть» означает значение и понимание совести, он просто-напросто начинает в свой карман перекладывать блага народа как-то так вот, само собой, ну, дорвался до места. И многие начинают говорить, а что от нас зависит? Да ничего от нас не зависит. Вот эта вот отрава, которую рассыпали в наши мозги, внедрили и втёрли, она продолжает действовать. Поэтому надо начинать всегда с малого. Вот если употребляется слово «георгиевская ленточка», а мы знаем, что георгиевские кавалерки, я уже сказал, выступали на стороне всё-таки немецко-фашистских захватчиков, то в этом случае необходимо говорить, просто поправлять, не георгиевская, а гвардейская лента, а не просто ленточка, лента, если уж мы говорим про уважение. И если вы видите, что где-то у кого-то на ноге привязана эта ленточка или болтается сзади рюкзака, или где-то на штанах вместо пояса, или на машине где-то к ручке привязана, или к дворникам, или к антенне, на мой взгляд, стоит очень вежливо и культурно уточнить вопрос. Дружище, а что означает этот знак? Что означает эта лента для тебя? Почему столь неуважительно ты к ней относишься? Почему она у тебя грязная? А что она означала для наших дедов, наших отцов? Что она означала? Почему ты её нацепил? Ну, начать с этого. Потом дальше сказать, а почему мы употребляем иностранные слова, когда говорим о своём родном? Ведь даже если мы употребляем «наш он», «наш сён», ну, простите, это искажённое слово, давайте говорить тогда «наш он», почему мы говорим «нать сён»? Давайте тогда уже говорить по-русски. Зачем мы коверкаем свой язык? Зачем мы допускаем иностранные сковерканные слова? Вот я про что. И от нас очень сильно зависит. Эту передачу могут прослушать многие-многие люди. И если каждый человек аккуратненько, без агрессии, по любви, с улыбкой, спросит другого человека те самые вопросы, которые я только что задал, не будет никакой агрессии, но человек другой задумывается. Задумывается и скажет, слушай, а, пожалуй, да, пожалуй, эту ленточку я не буду крепить на антенну машин, она грязная, а это кровь моих предков. Пожалуй, я не буду её на штаны себе привязывать. Пожалуй, я её на грудь себе повешу, если уж я уважительно отношусь к своим предкам. И я её поглажу, она у меня будет чистенькая, она у меня будет светленькая, она будет сияющая и так далее. И слово «патриотизм» я не буду использовать, потому что оно не совсем понятно русскому человеку. Я буду использовать слово «родолюбие», любовь к родине, любовь к отчизне, к отечеству, как угодно. И это зависит от нас. Один сказал десятерым, десять сказали десятерым, умножайте, геометрическая прогрессия, всё очень быстро решится, всё очень быстро появится в этом мире. И тогда будут тыкать в пальцы телевизором, этим безграмотным говорушам, которые в телевизоре сидят, и не понимая ничего, с восторженно говорят какие-то эти слова. И будут говорить, а что вы там бред-то несёте? Что вы там мозги заворачиваете? Всё начинается с малого. В правде Бог, но если мы живём в неправде, с нами не будет силы. Я предлагаю прерваться на музыкальную паузу. Для того, чтобы нам настроиться, пауза будет достаточно длинная, но поверьте мне, песня, которую я хочу поставить, она того стоит. Итак, пять минут у нас пауза, наслаждайтесь, слушайте, тем более песня посвящена памяти памяти тех героев, благодаря которым мы сейчас живём. Народное славянское радио для пытливых умов. Продолжение слушайте в следующей части. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!